Создание банка BRICS следствие того, что в краткосрочной перспективе наши экономики способны демонстрировать больший прирост, чем нужно для их внутреннего потребителя, а значит способны инвестировать вовне. Сегодня большое количество крупных затратных проблем, иногда просто невозможно решить одной страной. Любой альтернативный банк системы, той системы, которая сейчас существует, это благо, на мой взгляд совершенно точно. Старый свет и Америка, конечно, с тревогой смотрят на это укропнение, они думают, что это вопреки. Вот если бы они все-таки поверили, что это естественный процесс в цивилизационном развитии, тогда, может быть, было бы легче дышать. Но пока ни один из наших политиков не может внятно разубедить и успокоить в этих опасениях старый свет и американцев. Сейчас теперь поднимем голову, будем воевать с какими-то банками, которые как акулы, у них система сильнейшая, понимаете? Не знаю. Я думаю, что это будет хороший, но локальный банк, который сможет решать локальные задачи именно этих четырех стран. Выходить на международный уровень, я думаю, с сегодняшними проблемами в России, в Бразилии, не говоря уже там про Индию, очень тяжело. И тот же Китай замедляет где-то свое действие. На сегодняшний день Россия не способна состязаться с кем-либо в мире по валютным фондам. У нас очень слабенькая база на сегодняшний день и очень слабенькая перспектива на этот счет. Мы, я так думаю, пока будем продолжать оставаться, быть в зависимости от евровалюты.